Инструкция по фальсификации предстоящих выборов в России и отсутствие международных наблюдателей на этих выборах. Михаил Саакашвили снова пообещал вернуться. Почти 3 миллиона лари для полностью вакцинированных и новая рубрика ТОП-5 предвыборных уловок. Привет, друзья! Это Токовые новости. Меня зовут Сотна и сегодня мы поговорим на мой субъективный взгляд о самых интересных новостях и событиях Грузии в мире за прошедшую неделю. Поехали! Нам интересна конкретная цифра и конкретная партия. Это фраза из аудиозаписи с инструкцией по фальсификации предстоящих выборов в России. На недавнем собрании руководителей избирательных участков Подмосковья женщина, которая была определена как советник главы Королева Жанна Прокофьева, объясняет, как должны быть сфальсифицированы предстоящие выборы в Госдуму. На аудиозаписи слышно, как она говорит о новшествах при проведении трехдневного голосования на выборах в Госдуму, об организации работы и, среди прочего, о способах фальсификации и действиях, исключающих всякий риск. Главное — хладнокровие и спокойствие, несколько раз повторяет она. Нам интересна конкретная цифра и конкретная партия — 42-45% по парцфиску, сказала Прокофьева на собрании. Партию она не называла, но в ходе собрания не раз заходила речь об услугах, которые следует оказать именно этой партии. Например, в день выборов о явке нужно информировать не только ТИК, но и «Единую Россию». Кстати, о выборах в России. Известно, что ОБСЕ не будет направлять наблюдателей после введения существенных ограничений. Они об этом заявили еще месяц назад. К сожалению, российские власти настаивали на том, чтобы ограничить число направляемых нами наблюдателей в отсутствие каких-либо четких ограничений, связанных с пандемией, вследствие чего наш сегодняшний шаг стал неизбежным, заявили они. Так кто же будет наблюдать за проведением выборов в России этой осенью? И будут ли они честными? Судя по последним данным от партии, будет полмиллиона наблюдателей на примерно 100 тысяч участков. Но вопрос тут в другом. Насколько наблюдателей от так называемых оппозиционных партий будут помехой для той самой фальсификации, о которой говорила предполагаемая Жанна Прокофьева? Я лично приеду на этих выборах в Грузию. Угадайте, чьи слова? Правильно, Михаила Саакашвили. Третий президент Грузии заявил, что он будет в Грузии на выборах 2 октября. По словам Саакашвили, уголовные дела против него сфальсифицированы. Но он говорит, что не боится ареста. По его словам, его судьба находится в руках грузинского народа. Интересно, сколько раз Михаил Саакашвили обещал вернуться в Грузию? Мы посчитали 17 раз, друзья. И каждый раз, как вы понимаете, обещание оставалось только обещанием. Как отметил Зураб Гирчи Джапаридзе, лидер партии Гирчи Больше Свободы? Когда ты понимаешь, что ты не рядовой гражданин, и не только твое возвращение, но даже обещание возвращения оказывает значительное влияние на политические настроения, то ты как минимум играешь в лотерею. А сейчас, разве время лотереи? Да, время лотереи, говорит нам грузинская мечта. С 13 сентября начнется розыгрыш лотереи для дважды вакцинированных граждан. Ежедневно будут разыгрываться 100 и 500 лари. Еженедельно тысяча, полторы тысячи, пять тысяч и десять тысяч лари. А в конце года разыграют 100 тысяч лари. Также Координационный совет принял решение, что с 13 сентября будет восстановлено движение общественного транспорта. Будем надеяться, что все это положительно отразится на эпизитуации в стране. Еще один фактор, который может положительно отразиться на эпизитуации в целом во всем мире, так это лекарства от коронавируса. Компании Pfizer и Merck & Co начинают клинические исследования препарата против COVID-19. По данным Pfizer, их исследования будут проведены среди 1140 взрослых с инфекцией COVID-19, которые не госпитализированы и не болеют опасными для жизни заболеваниями. Медикамент от Pfizer предназначен для ограничения активности важных ферментов COVID-19, которые необходимы вирусу для размножения. Помните, около месяца назад появилась новость, что 90% пациентов, получавших новый израильский препарат против коронавируса, выздоровели за 5 дней? Все это, мне кажется, должно указывать на то, что мы скоро получим лекарства от COVID-19 и все будем жить долго и счастливо. Но это не точно. А теперь наша новая временная рубрика ТОП-5 предвыборных уловок. Кто не смотрел первый выпуск, советую. В нем политики с пеной урта нахваливают различные города Грузии и их жители, заявляя, что они самые прекрасные на свете. В сегодняшнем выпуске рубрики мы решили ознакомить вас с данными государственной службы аудита. В течение августа партии получили финансовые пожертвования в размере более 5 миллионов 700 тысяч лари, из которых в 5 раз больше, чем у всех остальных партий у грузинской мечты. Снова у нас получается так, будто мы наговариваем направящую партию. Но, друзья, это не намеренно. Мы просто констатируем факты. Августовские пожертвования политических партий распределились следующим образом. Грузинская мечта. 4 миллиона 987 тысяч 854 лари. На втором месте расположились для Грузии. На третьем месте Лело. И единое национальное движение занимает лишь четвертое место. На пятом месте Европейская Грузия. Следующим идет Дроа. Пришло время. И европейские социалисты. Это обычный факт, что выигравшие тендеры компании и частные лица выплачивают долг таким образом. Вносят пожертвования правящие партии, сказал Серго Чехладзе, представитель политической платформы «Третья сила». Это также ставит конкурентов в неравные условия. Грузинская мечта, с одной стороны, использует административный ресурс. Не отказывается запугивать граждан. С другой стороны, финансовые вклады от партии вызывают много вопросов. Заключил он. Это были все атаковые новости на сегодня. Не скучайте. Пока.